Здравствуйте, друзья! Как всегда, по пятницам с нами вдоль оказываются удивительные женщины. Женщины, которые создают, ну, собственно, вообще весь мир создают вокруг себя. Создают семьи, рожают детей, организовывают бизнесы и каким-то образом вдруг превращаются в таких, в муз, в вдохновительниц, в берегинь, собственно, нашей с вами вселенной. Может быть, для кого-то это покажется слишком громким и пафосным, но я именно так отношусь к нашим героиням, потому что каждая из них в своем роде совершенно уникальная и волшебная личность. У нас сегодня в гостях президент группы компании Астарта, член общественной организации Ассоциации женщины и бизнес, основательница компании Астарта Престиж Галина Бондуркина. Здравствуйте, Галина! Доброе утро! Ну, я на самом деле не буду избегать никаких выспренных фраз, потому что для меня действительно, меня восхищают женщины, которые все успевают, которые ухитряются создавать вокруг себя что-то доброе, позволять другим к этому, ко всему присоединяться, и вот чтобы этот наш женский мир и наше женское пространство заполнялось не только деньгами, не только какими-то там, я не знаю, материальными благами, но и добрыми друзьями, и интересными делами, и какими-то очень правильными поступками. Вот мне кажется, вы в этом случае такой самый настоящий пример, созидательный, даже бизнес, который вы выбрали, как мы только что это обозначили, да, до начала эфира, это создание комфортного и правильного пространства для человека. То есть это бизнес, который рассчитан не только на то, чтобы заработать денег и позволить своему владельцу отлично существовать, это бизнес, который позволяет еще и всем окружающим тоже как-то себя лучше почувствовать. Расскажите для наших слушателей немножко подробнее, чем занимается Астарта Престиж. Ну, Астарта занимается именно тем, что организует пространство для человека, да, я уже говорила только, что у нас такой... И для этого? Да, у нас есть такой потрясающий девиз, дирижируя пространством, создаем твой мир. Долгое время мы занимались пространством для рабочего, рабочим пространством, да, все, что связано с устройством внутри здания, начиная, и там сначала ремонты были, и стены, и малярка, и шпаклевка, и так далее, потом перешли на более технологические производственные задачи, это перегородки. Постепенно, постепенно добавляя все, что организует пространство, там, и создание мебели, и курительных помещений, которые сейчас прямо вот на пике идут, да, в продаж, и, безусловно, организации, знаете, вот входных зон, когда приходишь в любую компанию, там очень красиво, стильно. Ресепшн, да, это называется все входная зона. Ну, конечно, перегородки любимые занятия, да, но сейчас придумали еще потрясающие сказочные потолки, и в связи с этим решили, что пора уже и личные пространства наших соотечественников приводить в божеское, в красивое состояние, да, и первыми пользователями являются наши сотрудники. То есть вы перешли уже от такой, ну, офисной деловой... Мы не перешли, мы добавили. Добавили. Да, добавили, конечно, да. То есть теперь в любой квартире может появиться ваша продукция и потолок, и перегородка. Да, но потолок, он необыкновенный, потому что он может заменить люстру. Он дает красивые подсветки, красивое пространство, такое немножко интимное можно сделать пространство, и яркое, и разноцветное, с иллюминацией, но при этом элементарно заменить люстру. Хотя одно другому не мешает. Но перегородки вы сами производите, и потолки тоже? Да, да, да. Ну, на самом деле для человека неискушенного, который нас слушает, а сейчас у него может возникнуть вопрос, что это какие-то перегородки. Мы-то вот тут о пространстве, о романтике, о чем-то таком глобальном и серьезном, а тут какие-то перегородки. Какое вообще... Ну, что это за перегородки такие? Это же просто очень. Нет, ну что вы, они же ведь очень изящные. Во-первых, там часто присутствует стекло. А стекло — это необыкновенный материал, на который можно нанести, и красивые рисунки, фотографии даже можно нанести. Можно пленочкой закрыть, если никто никого не хочет видеть. То есть, ну, это такой все-таки декор. Из него можно сделать красивый декор. В квартирах стали часто ставить эти вещи. Естественно, в основном стараются больше с деревом ставить, но и алюминием сейчас современный народ, хай-тековские предметы очень используются. То есть, правильно ли я понимаю, это все, что не стена в квартире, может стать, ну, можно заполнить перегородкой. То есть ты хочешь как-то выстроить, если пространство, да, или в офисе. Ты не строишь стены, ты можешь выбрать любой другой вид, ну, из всего этого спектра, из любого другого материала. Другой вид заполнения. Другой вид заполнения. Да-да-да-да-да-да. И при этом это делается легко, быстро, это не грязно. Это достаточно быстрая задача сделать такие вещи, да. И при этом это красиво, эстетично и прозрачно. То есть у тебя есть, например, там какой-то, не знаю, ты арендовал или купил помещение, там какой-нибудь этаж, не знаю, сколько там, 500 квадратных метров, и у тебя вот голые стены, и приезжают специалисты компании «Астарта», и чик-чик-чик-чик-чик-чирик, и выстраивают тебе из этого просто вот, ну, совершенно какое-то офисное помещение, полное разных комнат, разных, да. Наполнений и так далее. А сейчас особенно очень интересно, знаете, какие раздвижные. Когда ты... Как в Японии? В Японии просто раскладываются, да, а эти еще паркуются в разные стороны. Обязательно... Вот представляете, огромное пространство, вы его сделали все раздвижным, потом эти стены убрали, и у вас огромная площадка, то есть open space. Вообще фантазии огромное количество, на самом деле. Технологии идут вперед, и мы обязательно идем с этими технологиями вперед. А производите вы в России? Производим и в России, да. А сейчас мы заключили хороший контракт с немецкой компанией, неусенка, если, конечно, это возможно рассказывать, но вот... Да, и мы будем сделать с ними потрясающие перегородки, раздвижные системы, совершенно необыкновенные. Я считаю, это очень здорово, когда взаимодействуют российские и европейские компании. Это добавляет технологичности определенные, да. И вот мы с удовольствием заключили с ним контракт. Это, наверное, уже что-то из области, так называемый, умный дом. Ну, более технологичные предметы, более умные предметы, да, безусловно, на различных электрических возможностях, если так можно сказать. Это потрясающе. На самом деле, слово перегородки у меня не вызывало особо никаких ассоциаций, кроме, ну, вот стена и стена, да. А сейчас я понимаю, что действительно, ведь, ну, обладая каким-то более-менее пространством, немаленьким и достаточным количеством средств, конечно, но ты можешь вообще каждый день перестраивать свое жилье, да, и там свой дом или там свой офис сдвинул-раздвинул, переставил-перестроил, и у тебя получается разная геометрия, разные пространства. Возможно и так, возможно и так сделать, конечно. Тем более сегодняшняя жизнь, она такая быстрая, активная, и человеку хочется и у себя в пространстве что-то менять. То есть я думаю, что это очень интересно. Но вы в своем жизненном пространстве начали перемены, в общем, в достаточно таком же, ну, сознательном возрасте. Я, мне 40 лет, я не могу, у меня не поворачивается язык назвать этот возраст зрелым. Ну, сознательным, да. То есть у вас была вполне нормальная такая жизнь, хорошая должность, большой финансовый директор, да, большой опыт работы, там, образование за плечами такое серьезное вполне. Как вдруг вы переключились на перегородки? Я не понимаю. Ну, изначально были не перегородки, а просто ремонт. Но смысл в том, что я на бизнес вообще переключилась неожиданно. Я уже много раз рассказывала, что это вообще сложилось неожиданно, да. Но в тот период времени, это 2000-е годы, когда я просто прошла тренинги личностного роста, они мне помогли достичь таких вот пожеланий. Мой любимый тренер Володя Герасчев, который тоже здесь был, по-моему, на МФМД. Но это были тренинги, связанные с... Личностного роста. То есть не только с бизнесом, да? Вам приходилось преодолевать себя, да, делать какие-то вещи? У меня в бизнесе вообще не было разговора. Был разговор только о личностном росте. Почему вам потребовалось вдруг заняться личностным ростом? Просто поинтересовался, больше ничего. Просто из любопытства. Да, да. Я вообще человек любопытный и очень люблю учиться. Обожаю учиться. Обожаю своих сотрудников всё время толкать на то, чтобы они учились. Они, правда, сопротивляются. Но вот люблю учиться. Слушайте, но тренинг личностного роста, это не просто там освоить сноубординг или вышивание крестиком. Это большой труд. И, в общем, иногда насилие над собой. Ну да, конечно, три года. Три года занятия, это достаточно серьёзно было. И я считаю, что это просто высший пилотаж. Но я не остановилась в этом вопросе и продолжаю до сих пор заниматься и коучингом, и чем только не заниматься, чтобы развивать себя в первую очередь. Это очень мне нравится. Это, конечно, удивительная история, потому что принято считать, что, в общем-то, ты сидишь на месте ровно и сиди. Какие тебе там тренинги? Особенно, когда у тебя семья, муж и нормальная зарплата. Но у нас в гостях не тот человек, который сидит на месте. Продолжим после новостей. Оставайтесь в доле. Сегодня с нами в доле президент группы компании «Астарта», член общественной организации «Ассоциация женщины и бизнес», основательница компании «Астарта Престиж» Галина Бандуркина. 65 1099 6. Наш московский телефон. Звоните и заглядывайте на страничку «Финам.фм» на наш раздел программы «В доле». Расскажите, пожалуйста, откуда эта предпринимательская жилка все-таки, вот этот авантюрный такой склад характера в вас. Это что-то заложенное семьей? Я думаю, что да. Хотя в нашей семье нет предпринимателей, то есть и папа, и мама. Мама у меня всю жизнь работала рядом с папой, была домохозяйкой, папа военный человек. Но воспитывали меня всегда, знаете, вот в свободе, в свободе выбора, в свободе действия. Да, да, жили в Германии, да. Мы жили в Германии 6 лет, и я думаю, что это тоже имело какое-то значение. Вообще, вот когда ты ездишь по миру, даже сейчас, или ты общаешься с компаниями других стран, ты немножко набираешься другого опыта и по-другому живешь. Я думаю, что это оттуда связано, с родителями, потому что давали всегда возможность выбора и действий самостоятельно. Но и спрашивали как со взрослого человека, нет? Вы знаете, очень много доверия всегда было. Я бы не сказала, что прям очень спрашивали. Вот всегда много доверия. Мы сейчас так дружим хорошо с родителями, я их обожаю. И я для них стараюсь сейчас все сделать. То, что они мне когда-то дали, я вот сейчас стараюсь отдать им. И езжу с ними по миру. Потрясающе. И они у вас путешественники активные? Ну, стараются путешествовать, да, по мере своих каприз. То есть ваши родители имеют то, что в Европе называется третий возраст, да? Да, да, да. Мама прекрасно работает, прекрасно взаимодействует с интернетом, заказывает оттуда подарки своим внукам, правнукам. Постоянно по скайпу со мной общается, периодически забывая кнопки, но в любом случае она это делает. И папа тоже новости смотрит только там. То есть можно сказать, что тут порода тоже сыграла свою роль? Я думаю, что да, безусловно. Но все равно, когда тебе 40 лет, у тебя семья, дети и хорошая работа, ты идешь на тренинг личностного роста, да, потому что хочется что-то в себе поменять. Но начать собственный бизнес, это ведь большая ответственность и ужасная нагрузка. Вы знаете, это когда сейчас прошло 13 лет, я могу это сказать, что ужасная нагрузка, хотя это не совсем так, да, и что это так сложно и ответственно. Когда ты это начинаешь, ты даже не думаешь об этом, ни об ответственности, ни о нагрузке. Ты как молодой, там, извините, лось, выбежал из леса, у тебя, значит, копыта в разные стороны, ты хочешь все увидеть, все объять, все сделать. То есть для тебя открываются какие-то новые горизонты. Конечно, ты абсолютно не думаешь об ответственности, ты просто делаешь то дело, которое тебе нравится. Делаем массу ошибок, массу каких-то ненужных телодвижений. И постепенно, постепенно это все начинает обтесываться, вырастает уже какой-то совершенно другой мир. И даже сейчас, спустя 13 лет, мы только-только там финансовых, несмотря на то, что я финансовый директор, мы только-только в прошлом году внедрили у себя бюджетную систему. То есть все это не так просто, но безумно интересно. Что мне очень нравится, вот вы говорите ответственность и сложность, каждый раз ты встаешь утром и понимаешь, что там потрясающая компания и, самое главное, потрясающая команда, с которой ты работаешь. И ты так встаешь, как Мюнхгаузен, раз в себя и подъем, и вперед, потому что ты знаешь, что если ты не придешь туда, то все может произойти в этой жизни. Но очень мне нравится. Вы не можете там, если вам хочется поваляться лишний часов в постели или провести день в парке, взять, позвонить и сказать, так, я сегодня не приду, вот, пожалуйста, Марья Ивановна или Петр Петрович. Ну, правда, вот сейчас уже могу, потому что команда сильная. Мало того, у меня в этом году, конечно, меня слушают мои сотрудники, но пусть они слушают. Основная задача научиться руководить с расстояния. Я хочу посетить несколько стран мира в этом году специально, мне это необходимо. Это как план такой работы, да, и я обязательно буду руководить на расстоянии. А вы всегда строите планы? Обязательно. Сильно заранее? Ну, вообще, я на год цели ставлю обязательно, это обязательно. Этому научились вы на тренинге? Ну, вот, да, с 2000 года я в 2012 году в первый раз не построила цели, поняла, что я без этого не могу. То есть я попыталась, ну, а может и не надо уже, может привыкла. Обязательно. Не только на год, но и на неделю. И отмечаю, и ставлю себе галочки, да или нет. Ну, бывают же какие-то обстоятельства, а вдруг не срастается. Безусловно, я пишу почему. Для себя как опыт на будущее. А, ну, когда начинался бизнес, вы никаких особых планов не строили? Насколько я понимаю, правда, что вы сначала зарегистрировали компанию, а потом решили, чем она будет заниматься? Да, это правда. Мало того, сначала, когда я домой пришла, сказала, что я хочу сделать бизнес, организовать компанию, муж сказал, иди играйся. А старший сын взял энциклопедию и нашел название. Это было первое название. Он сказал, мама, вот давай так назовем Астарт, там, богиня любви и плодородия. Я говорю, давай. Отличное название. Но ведь, когда ты регистрируешь ИП, да, тебе нужно определиться с видом деятельности. Но это не ИП было, это была сразу структура юридическая. Ага. Понимаете, когда я пришла на регистрацию, мне сказали, что такое название есть, давайте что-нибудь еще. Я говорю, давайте Астарта Престиж. Очень тоже красиво, извучно. Она говорит, а чем вы будете заниматься? Я говорю, понятия не имею. Она говорит, ну давайте тогда, я вам запишу все, что есть. Я говорю, записывайте. Но я всю жизнь работала со стройкой. Я всегда работала в компаниях именно строительных, поэтому в большей степени это пошло в ту сторону. Поэтому для меня, в общем-то, не было таких каких-то закрытых моментов. А расскажите, пожалуйста, историю вашего первого заказа, потому что, насколько я понимаю, вы сразу, в общем, нашли прекрасного клиента в лице мэрии. И тут закрадывается, конечно, подозрение о том, что сразу... Откуда взялся клиент? Как в том анекдоте, да, знаете, как вас с такой дикцией взяли на радио? У вас там что, Блад? Почему Блад сестла? То есть, ну, наверное, где-то были какие-то друзья, какие-то звонки, какие-то связи. Ну, безусловно, я позвонила одной знакомой и сказала, Ирина, говорю, вот у меня такая ситуация, говорю, слушай, вот хотелось бы что-нибудь. Вернее, не так, нет, подождите. Это потом уже было. Вначале я дала рекламу. И реклама была в обыкновенном журнале. Мне позвонил клиент. Так а что вы рекламировали, если неизвестно было, чем заниматься? Ну, я позвонила, что я могу делать там, ну, что-то по ремонту, там, вот такие вещи. Мне позвонил клиент и говорит, а вы поклейте, пожалуйста, нам на стену дюрафорт. Вы знаете, что такое дюрафорт? Я тогда тоже этого не знала. А это обои виниловые, достаточно широкие, ну, очень широкие, метр тридцать. Их клеют на гипсокартон. А я в тот момент этого вообще не знала. И говорю, конечно. Он говорит, ну, вы знаете, все отказываются. Я говорю, я не буду. Вы знаете, а нам гарантия нужна два года. Я говорю, хорошо. И после этого мы с ним договорились, а это гостиница Рояль Зенит в Серебряном Бару. В итоге я полностью отремонтировала, это был первый проект. Отремонтировала, спасибо большое. У меня был хороший друг, он и есть, Саша Дашевский. Это один из прораб, из человек, это человек, который проводил ремонты в мэрии. Я позвонила к нему и попросила мне помочь. Он прислал своих маляров, там, еще кого-то. Старший сын и муж на машине, еще тогда на жигуленке. Таскали мне шпаклевку, там, еще чего-то. Помогали мне. А Саша, как профессионал, не отговаривал вас? Нет, он посмотрел на меня, так, посмотрел меня, он, когда меня первый раз увидел, посмотрел, я его даже не знала, меня с ним познакомили. Посмотрел на меня, говорит, ну, попробуй. И когда я сделала там ремонт, он говорит, а ты не хочешь мне в мэрии делать то же самое? Серьезно? Да, и я начала уже работать с ним. После этого уже там и появились еще и перегородки. То есть они появились спустя года два-три, после того, когда, ну, вот, когда мы начали там у него работать. Вы где-то подсмотрели эту идею? Или она пришла? Нет, я работала в такой компании. А, которая занимается перегородкой. Да, 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 мои любимые конкуренты. И вы, и в какой-то момент вы решили... Ну, потребность у клиента появилась, он сказал, можешь это делать? Я сказала, да, могу. И обратилась, уже стала дилером компании и стала производить, стала покупать эти перегородки как дилер. А потом уже организовала свое производство. Вот это какой-то очень, на самом деле, удивительный и недолгий путь, да, от, там, неизвестно чего, но большого желания что-то делать, до собственного производства. Страшно было хоть раз? Нет. Было желание, было желание, интуиция была, наверное, какая-то, когда тебе поставщик говорит, что, ну, наверное, ты уже в этом году не будешь, я тебе уже продавать не буду, больше ты моим дилером не будешь. Почему? Ну, конкуренция, потому что я уже достаточно сильной стала, да, да, да. А я говорю, ну, спасибо, все нормально, у меня уже производство свое организовано, мне уже ничего не надо. И мы спокойно в 2004 году расстались, это вот 4 года, 3 года я была дилером у компании. А интуиция, это все-таки опыт, это знание, это результат того, что вы постоянно чему-то учились, или все-таки это чисто женское? Да, это чисто интуиция, я думаю, это не только женское, я думаю, в бизнесе интуиция очень хорошо работает и мужчин, те, которые ведут бизнес, безусловно, интуиция у всех есть. Я уверена, что они тоже ей прекрасно пользуются, мужчины. Вы начали все-таки собственный бизнес именно с ремонта и строительного бизнеса, там очень много мужчин. Да, да. И мужчин, таких достаточно специфического склада, которые все знают лучше всех, все умеют делать своими руками. Вы знаете. Таких очень искушенных в своем деле, приходилось ли как-то авторитет свой укреплять в их глазах? Ну, авторитет приходится укреплять все время женщине в любом бизнесе, да, это, безусловно, и сейчас происходит. Я просто немножко, слово сказать, хитрее поступила, мы же с мужем вместе работаем, поэтому у меня муж главный продажник и общается с клиентами, с мужчинами. Он, а я, ну, как истинная женщина, просто трачу деньги, то есть я управляю самим бизнесом, да, муж у меня, Александр, он зарабатывает, он продает, он прекрасный конструктор, технолог. Он пришел в бизнес попозже, когда понял, что все-таки это стоит того. Вот, но мы прекрасно с ним взаимодействуем. Ну, на это ушло много времени, чтобы научиться взаимодействовать в бизнесе. 24 часа в сутки мы вместе. Взаимодействовать в бизнесе, это не то, что взаимодействовать в семье? Нет, это разные вещи абсолютно. Поговорим об этом подробнее, очень интересно. У нас в гостях президент группы компании «Астарта» Галина Бондуркина. Оставайтесь вдоль и вернемся после новостей. Сегодня с нами вдоль и президент группы компании «Астарта», член общественной организации «Ассоциация женщин и бизнес», основательница компании «Астарта Престиж» Галина Бондуркина. Мы общаемся обо всем, о бизнесе, о любви, о семье. Присоединяйте 6510996, наш московский телефон, финам.фм, наш сайт, финам.фм. Заглядывайте на страничку программы «Вдолье». Вот эту эволюцию взгляда вашего мужа на жизнь со слов «Иди играйся» и до того, что он стал вашим верным партнером и соратником по делу, она, наверное, тоже ведь не просто отдалась. Особенно, когда, получается, ты нанимаешь своего мужика на работу, как ни крути, да? Или все-таки он сам захотел влиться в компанию? Нет, я его упрашивала. Упрашивала, говорила, объясняла, потому что я понимала. Если, не дай бог, мы пойдем разными дорогами, может быть, жизнь и разлад в итоге, да? Потому что женщина, во-первых, в бизнесе – это 24 часа в сутки, и, во-вторых, это деньги. И не каждый мужчина позволит и захочет, чтобы женщина зарабатывала больше, безусловно. А здесь, Саша, всегда мы вместе, и, конечно, он не влезает в деньги, это честно могу сказать, но он их видит, и они под контролем, это тоже важно. Сложно, мы очень сложно давались все наши первые годы. Я могу так сказать, что перелом произошел спустя, наверное, лет шесть. В 2008 году мы начали постепенно в сторону синергии, так называемой. Сейчас я могу сказать, ну, на 99 процентов, я думаю, он меня прекрасно слышит, понимает, что осталось еще немного, и мы действительно пойдем одной командой. Ну, а в чем сложность в разнице взглядов на вещи? Не знаю, там, мужская харизма, женская харизма? Мне кажется, в том, что мужчина привык к тому, что женщина, и я так думаю, да, за мужем. И значит, она должна быть за мужем. А вдруг она тут раз и впереди мужа, да? И для мужчины это сложно, очень сложно. Но в семье ты возвращаешься домой, дома ты готовишь ему борщи, я не знаю. Нет, 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 борщи не готовлю, очень вкусные каши готовит Саша как раз мне, очень обожаю его кофе. Дело не в этом. Это же люди, мы же на людях. И когда женщина командует и говорит, сделай план, построи это, сделай так, пойди туда, принеси это, не каждому мужчине это понравится, да? Но он очень терпеливый, очень терпеливый. Его обожают сотрудники. Он мягкий, спокойный, очень выдержанный. Я такая вот на коне с огнем, а Александр, он очень спокойный в этом плане. И я ему благодарна за это, Саша. Ну, моя большая поддержка. Я думаю, что сколько раз у меня было мысли, уходи, увольняю, там, знаете, вот такие бывают моменты. И он терпеливо приходил снова и снова. Вода камень точит. То есть сейчас можно сказать, что бизнес с мужем это хорошая идея? Сейчас да. Можно посоветовать кому-то. Когда года 3-4 назад, я бы там говорила нет. Сейчас у меня младший сын начинает вот этот этап определенный. Свойско-свозбизнес? Ну, да, связанный с фотографией. И вливается в его задачи жена, и я им говорю, учитесь на нас сразу. Хотя каждый на своих ошибках учится. Но говорю, смотрите, вы можете помогать друг другу, взаимодействовать. Вам будет так удобно и так лучше. Я за семейный бизнес. Я всегда смотрю на европейский бизнес и вижу, что люди не один год и сотни лет создают и продвигают этот бизнес. Все вместе. Я за семейный бизнес. Расскажите, пожалуйста, как все-таки история с перегородками выросла в курительные комнаты и в дизайн, и в потолки. Откуда берутся все эти идеи? И почему вам не хватает одних перегородок? Ну, в любом случае, компания для того, чтобы существовать, она, конечно, должна развиваться. Но это не для того, чтобы развиваться, а потому что интересно. В моей семье у меня есть сестра родная, она художник. А мне вот не дано на плоскости изображать что-то. Не умею. А вот в объеме, да, мне всегда нравилось. И, видимо, отсюда идет вся вот эта задача к архитектуре, к пространству, к дизайну. Я еще собираю плакаты 20-30-х годов. Это плакаты модерн, да, еще немножко люблю арт-деко, арт-нуво. И там тоже все связано с архитектурой. Они архитектурные, понимаете, в чем дело. А раз ты делаешь перегородки, то почему бы не делать все остальное, то, что происходит? Ну, тут, конечно, вопрос хитрый, да, с деньгами связанный. Ну да, распыляться. Это не распыление. Если мы возьмем с вами здание, то оно состоит из внешней какой-то оболочки, да, из самих стен и все, что внутри. Вот мы решили, что мы сейчас делаем все, что внутри. И когда клиент, и когда инвестор строит здание, он, естественно, там весь проект у него есть, да. Какая-то часть денег идет достаточно большая на стены, там, например, больше 50%, но я могу ошибаться, да. Что-то идет на оболочку внешнюю и внутреннюю. Конечно, перегородки занимают там, ну, мизерную долю. А нам хочется больше, поэтому мы стали добавлять, что же можно еще внутри пространства сделать. Ну и что-то мы уже делаем и внешне. Мы и фасадные системы делаем, в принципе, когда клиенты заказывают, делаем это с удовольствием. Но пока это не совсем наш продукт, но тоже уже идем в ту сторону. Меня очень впечатлила история с курительными комнатами. Ведь это же не просто какие-то отдельные перегородки. Это целая такая лаборатория, да, такой комплексный, уже какой-то готовый продукт, довольно сложный, как я понимаю, технологически. Это аппарат, который подключается к розетке. Причем этот аппарат можно сделать под заказ, под желание, да, и внешний вид красивый, на количество людей, которые в этой комнате курят. Подключается к розетке и берет 220 вольт, никаких проблем. Идет просто система фильтрации, очистки. Да, но мы в прошлом году, к концу года, немножко приостановили продажи. Связано это было с законодательством. Мы ожидали изменений в законодательстве, потому что оно дано. Там еще совершенно новые, свежие такие мысли ходят. Что можно, что нельзя, как это должно выглядеть, какие условия, технические параметры. Сейчас мы подогнали под это дело и снова даем. Потому что люди же курят. Я всегда против курильщиков. Вернее, не так, против дыма. Но тут недавно такая фраза мне понравилась. Курильщик тоже человек. И ему надо курить. И не на морозе. А в семье кто-то курит? Нет. Поэтому я вот к этому так отношусь. Но вот поняла, что да, есть такая ситуация. Следовательно, чтобы оградить рядом сидящих от курильщиков, нужно и им помочь. Знаете, как две стороны медали. Эти курят, эти не курят. И там нужна помощь, и тут нужна помощь. И здесь нужно, чтобы было хорошо, и здесь. Поэтому была комната такая придумана вместе с аппаратом. Правильно ли я понимаю, что вы реально... Вот сначала вам пришла в голову идея о том, что надо бы помочь курильщикам как-то в их нужде, и при этом не травить нас, тех, кто не курит. А уже потом вы нашли способ реализации. Или все-таки, может быть, вы где-то подсмотрели сам этот аппарат? Аппарат нет, саму идею поняли, что вот такое может быть. То есть когда стали говорить о том, что входит внутрь помещения, а у меня есть один друг. Он меня достал с этим моментом. Галя, сделай мне место, где у меня ребята курят. Я, говорит, не курю, а у меня столько курильщиков, одна из пиар-компаний. Говорит, что делать? Они там именно думают в момент курения. Мне нужна им хорошая комната. Он меня года три мучил. Вот он домучил до того, что мы придумали этот момент. То есть это часто идет от запроса самого клиента. Очень часто. А потолок кто придумал? А потолок — это такая вот необычная фантазия на тему, потому что нужен потолок. Потому что хотелось... Наши перегородки, опять-то деньги, да, извините, конечно, но, к сожалению, наверное, может, к счастью. Перегородки считаются в квадратных метрах. Потолки тоже считаются в квадратных метрах. И потолков площадь-то побольше. Количество больше, чем перегородок. Мы решили, ага, потолки, стали смотреть, что и как. И идея пришла совершенно неожиданно, она даже не идея пришла, это пришло из ошибки. Пришло из ошибки одного из производств, одного из изделий. То есть мы стали что-то производить, и вдруг получилось вот то, что получилось. И мы сделали потолки гипсокартоновые, они перфорированы, они с подсветкой. У них есть необыкновенные вещи, такие как окончание и примыкание того, чего нет на рынке. И вообще это запатентованный предмет. Я только хотела спросить, вам уже патенты, наверное, приходят? Да, да, да. У нас есть патент на Россию, а сейчас мы подали патенты, нам уже дали регистрационный знак на Европейский Союз. То есть у вас есть какая-то лаборатория, которая занимается этими разработками? Вот специально не было, до того момента пока не придумали. Пока не поняли, что это такое, и прошло два года для того, чтобы после того, когда это вот воплотилось в жизнь. Сейчас уже это уже есть, понимаете, это такое счастье, это уже есть. И архитекторы с удивлением, которые мы показываем, обнаруживают это и уже начинают использовать. Я думаю, что это будет хороший бум на рынке строительства. Ну, это, конечно, как снежный ком. Ты начинаешь с того, что ты дилер и продаешь перегородки, а потом собственное производство, а потом научная лаборатория, а потом ассоциация женщины и бизнес. И, в общем, действительно получается, что вы формируете пространство и внешнее, ну, физическое, и настроение, и внутреннее. Наверное, вашим сотрудникам с вами должно очень как-то комфортно работаться. Ну, им не только комфортно, им еще очень сложно, потому что я очень спрашиваю, требую. Да, и скорость у нас очень большая, очень высокая скорость, темп работы не все выдерживают, и, ну, сложно, на самом деле сложно. Требую я всегда очень серьезно. А сколько человек в команде сейчас? Ну, во всей компании порядка 150, немного. Но мы достаточно, мы работаем по всей России сейчас. И вышли даже уже в Европу, пошли мы через Латвию, через Прибалтику родную, любимую, ну, во всяком случае, так удобнее. И собираемся двигаться дальше в Европу уже с потолками. Сейчас идет к этому вся весь процесс. Если мы говорим о команде, кто набирает этих людей, вы сами, каждого ли человека, вы сами должны проверить, там, подходит он в команду или нет? Раньше да. И откуда они берутся? Раньше, да. С улицы, с рынка, через каких-то знакомых, ну, раньше было мало через знакомых, сейчас как-то стараемся больше по рекомендациям брать. А вообще с улицы, с рынка есть у нас отдел, отдел персонала, который набирает людей. Есть ли специалисты, там, уровни топов и руководители каких-то направлений, безусловно, я сама разговариваю. Для меня это очень важно. Раньше принимала даже монтажников. Но ведь получается, что с какой-то частью своих сотрудников вы, собственно, вместе и росли, вместе учились и вместе познавали азы бизнеса. Они остались рядом? У меня остались ребята, много ребят, которые начинали, там, вот, Илья Старости начинал с монтажников, сейчас директор компании. Сергей Мальцев начинал с монтажников, сейчас коммерческий директор компании. Там, Оля Кирюхина начинала с секретарши, сейчас там, бухгалтер очень серьезный. Ну, и таких людей много, которые, вот, безостановочно, я уж не называю своего мужа, но он тоже рос вместе с нами. Но есть такие люди, и их много. Больше всего мне нравится другое, что монтажные бригады, ребята, которые с нами работают, по много-много лет работают с нами. А вы знаете, какой самый интересный момент в Астарте? У нас есть план. У всех есть план продаж, и у нас есть. Но у нас есть план на рождение детей. Да вы что? У нас каждый год был план на пять детей. В прошлом году мы удвоили случайно. Я уж не знаю, как это получилось. А в этом году в январе... Близнецы пошли? Нет. А в этом году в январе уже трое. Ничего себе. Да. И у монтажников, и у нас в декрет уходят люди. Это план просто там, ну, я не знаю, поздравить, поощрить? Или это план социальной какой-то еще поддержки? Это план того, что человек, находясь в нашей компании, позволяет себе не только рожать и покупать квартиры, да, не только работать, но и рожать, покупать квартиры, и обеспечивать свои семьи, и ездить в разные страны. И часто бывает, когда мои сотрудники куда-то едут, там, как всегда, раньше была Турция там общая, Египет общий, сейчас Доминиканская республика, Куба, Таиланд. Вместе ездят? Нет, нет, нет. Едут вот все в одну кучу, да. Потом я по ним, мне говорят, Галина Юрьевна, можно туда ехать? И я туда с ними, да. То есть вот ситуация в том, что люди в наших компаниях, в нашей компании позволяют себе жить, просто жить. Но это здорово, с одной стороны, с другой стороны, надо же как-то какую-то грань проводить, нельзя дружить с подчиненными. Я не говорю про дружбу, я говорю о взаимодействии. Дружба, ну, у меня есть одна только подруга, такая вот моя любимая и дорогая Людмила. Взаимодействовать можно со всем миром, друзей много разных. И секреты этого мы вам расскажем чуть позже. Оставайтесь с нами в доле. С нами в доле президент группы компании «Астарта», член общественной организации «Ассоциация женщины и бизнес», основательница компании «Астарта Престиж» Галина Бондуркина. Галин, ну, можно я тогда вас спрошу в рамках возможного? Расскажите тогда, какой план вы построили на 2014 год? Ну, личные планы, они всегда личные планы, поэтому я так особо не буду распространяться. Ну, интересно, ну, куда съездить, например? Что за страны, которые вы хотите? Стран уже много, уже даже много куплено билетов. Мне очень хочется посетить Японию, съездить туда вместе с мужем, посмотреть цветущую сакуру. Там, где Саша не был, очень хочется на лето, на целый месяц, месяц впервые оторваться от бизнеса, поехать в какую-нибудь теплую страну, пока я ее не выбрала. Я также обязательно съезжу буквально скоро в Карелию, хочу посмотреть нашу Россию. Вообще есть такая мечта и идея начать смотреть нашу замечательную Россию, наши места красивые, и Камчатку в том числе, и Владивосток. Кстати, у нас очень много наших партнеров и дилеров в этих местах, так что есть куда поехать, посмотрите, есть, я думаю, есть кому показать, кто покажет. Ну, это такие планы личные, вот личного характера. А, конечно, самые главные планы, это связано с бизнесом, потому что здесь и поле непаханное, и настроение огромное. Впереди две больших выставки для нас, это и Мосбилд, и Архмосква, и мы выводим вот эту новую продукцию, свои потолочные системы. Мы готовимся к тому, что у нас рейстайлинг, у нас ведь самая главная вещь, мы поменяли логотип компании. Почему? А вот выросли, наверное, из того, что уже есть. У нас потрясающий логотип, у нас очень... Мы сейчас полностью все свое, как я называю, платье переделываем, да? Всю свою красоту, все свои формы, коммерческие предложения, не формы для монтажников, там, я не знаю, буклеты, сайты. У нас появляются четыре сайта, был всегда один, а теперь их там вот море целое, и по потолкам, и Астарта Кома, и Перегородка Ру. То есть их очень много сайтов появляется, Астарта, у нас Ритм, у нас появились быстро оперативные продажи, активные очень такие продажи. И поэтому планов много. Но самый главный план отметить осенью 2014 года, вот не смейтесь, 25 тысяч лет Астартик. У этой самой богини плодородия? Да, 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 да. Вот мы хотим такое большое грандиозное мероприятие сделать. А это египетская богиня? Вы знаете, длинная история, на самом деле. У меня есть своя версия, я не буду пока не распространяться, мы расскажем об этом на празднике. Та информация, которая сейчас гуляет везде и всюду, ну, это богиня финикийская, да, финикийская богиня, это что-то типа Ирана, вот в этой стороне, да, находилась эта богиня. На самом деле это немножко не так, это значительно шире богиня, она значительно больше. И вот мы на своем этом большом мероприятии обязательно будем о ней рассказывать. Такой необычный, да, Астарта, 25 тысяч лет. Вот это один из праздников. Ну и мы еще хотим, очень-очень хотим, как мне говорят, Галина Юрьевна, не говорите, а то сглазите, не сглазим. Мы хотим по нашим потолкам получить хорошую премию. Red Dot, есть такая премия европейская. Хотим получить премию. И хотим провести еще очень большой конкурс для архитекторов. Инновационная премия? Да, да, да. В области архитектуры, да? И хотим получить еще не в архитектуре, а именно в продукции такой, да, вот именно по продукции. Вот поэтому планов много. И выставки, и новое платье, и новые совершенно горизонты, и новый частный сектор. 14-й год такой. Вы знаете, мы закладываем фундамент в очень, я так думаю, мощную тему, потолочную тему, очень мощную. У вас взрослые сыновья, каждый из которых тоже занимается бизнесом. Вот как вам удалось воспитать в мальчиках ту же самостоятельность, которую воспитали родители вас? Вот просто я по себе помню. Мне повесили в 7 лет ключ на шее, и вперед. Сама в школу, сама в музыкалку, сама на секцию, уроки сделала, пообедала, посуду помыла. Меня даже дневник не проверяли. Мне доверяли, с одной стороны тоже. С другой стороны, не страшно было ребенка выпустить на улицу. Но ваши дети уже росли немножко в другой стране. Как вам удалось все-таки как-то добиться того, чтобы, а, отпустить свои материнские страхи, позволить им в какое-то свободное плавание уходить, и, б, при этом сделать их людьми ответственными, самостоятельными? Вы знаете, наверное, это то же самое, как и меня воспитывали в демократии, да? Позволялось все. Вот им много позволялось. Конечно, мальчики, естественно, с мальчиками всегда, ну и с любым ребенком, с мальчиками особенно, есть масса проблем различных. Все дети так растут, да? Но вот хотел ребенок идти туда, он шел вот на эту секцию. Отлично. Хочешь быть там моряком, буду моряком, там, три года в такой-то секции, а теперь хочу быть милиционером. Иди, милиционеры. А теперь не хочу в милиционеры. Хочу пойти к тебе в бизнес, это старший сын, и буду с тобой в бизнесе. Отлично. И старший сын Саша, его тоже зовут Александр, и он вначале был с нами в бизнесе, а потом понял, что нельзя быть родителями. Он сказал, что я не хочу быть там под вами, хочу быть самостоятельным. И постепенно, постепенно начал там с продажи каких-то предметов на рынке, потом еще что-то. И в итоге у него образовался очень интересный один бизнес, связанный с подводной охотой. Компания Discus, они очень выросли. Но он же у вас еще профессионально занимался фридайвингом. Для меня это вообще небожители эти люди, это какой-то уникальный вид спорта. Он стрелец, и стрельцы, они обычно так, они добиваются задачи. Ему он добился задачи и идет к следующей. Вот он добился того, что он стал бронзовым призером. В этот момент он очень много отдавал этому бизнесу времени. И он у него пошел, пошел, пошел как следует, и сейчас развивается очень эффективно. Но у него есть еще один бизнес. Ну, маме не очень хорошо об этом бизнесе говорить, но у него два больших клуба, Бурлеск и Верджин. Это два клуба для мужчин. Да, два клуба для мужчин. И тоже очень активные. Это уже их развивает. Это интересный бизнес, да? Очень. Правда? Да. Слушайте, ну вот вы говорите, если мальчик хотел заниматься этим, он шел туда-то, и ему позволялось делать то-то. Ну, а если мальчик ничего не хочет делать? Ведь есть же дети, которые говорят, я не хочу, я буду сидеть и играть в лего. Ну, вот у меня не такие. Не сталкивались вы с такими? Нет, нет, я так не сталкивалась. Может быть, от того, что мы сами активные. Наверное, это тоже имеет значение. Мои родители активные, бабушка, дедушка активные. И вот это связано с этим. Очень живые ребята. Они у меня оба в 19 лет женились. Потрясающе. Представляете, какая активность у людей. Поэтому тут и ответственность, и активность. И уже мне двух внучек родили, каждый по одной. И я считаю, что это молодцы просто. Вы не отговаривали от ранних таких матримониальных поступков? Конечно, отговаривала. Ну, я же мама, это же нормально. Но каждый принимает свое решение. Удивительно. То есть вам удалось в них воспитать не только предпринимательскую жилку, но еще и как-то совместить это с традиционными ценностями. Да, вот младший сын Тимофей, он занимается фотографией. Он как раз больше в семейной ценности. Так он, как бы мы, я его называю так, ангелом семьи. То есть он ухаживает за бабушкой, за дедушкой. Он все время все где-то встречает, помогает. Ты только вот скажи, что там, что-то у тебя горло заболело. Да, Тимофей здесь. Вот он такой человек, который полностью, знаете, как крыльями закрывает своими семью. То есть два парня разных, но при этом у Тимофея тоже есть бизнес. Но он более творческий человек. Это же фотография. Это же вот... Искусство. Искусство, да. Поэтому здесь немножко другая история. Ну, то есть вам... Создается такое впечатление, что вам не приходилось выбирать между семьей и работой. Вы нашли какой-то секрет совмещения этих двух, казалось бы, несовместимых, таких важных условий жизни женщины. Вы знаете, мне кажется, очень многим в жизни двигает любовь. И вот мы с Сашей, с мужем, с моим 33 года вместе. И, конечно, много было разных проблем. Честно могу сказать. И доходило до разных ситуаций. Но чем старше становишься, тем больше понимаешь, что терпение, взаимопомощь, выручка и любовь. Вот это, может быть, воскопарные слова, но я считаю, что женщина создана для любви. И муж меня любит. Очень любит. И это дает нам силы. И от того, что мы вместе. Везде вместе. 24 часа в сутки. Я благодарна Богу, благодарна судьбе, тому, что мы вместе. А в бизнесе есть место любви? Между нами? Нет, вообще. А как же? Любовь к чему-то, какая-то любовь. Конечно, конечно. Происходит, питает. Ну а как же, конечно. Но без этого вообще никак нельзя. Вообще, любовь дает вселенная. У нас есть в компании такая любопытная вещь. А давайте мы отправим наш запрос во вселенную. А вот мы хотим того-то. Отлично. Ой, вы знаете, завтра вот столько бы денег к нам пришло на расчет. Давайте во вселенную отправим. Нам помогает вселенная. А вселенная, она любит. Вот эта любовь, она дается во всех точках. Она не может быть только между мужчиной и женщиной. Только между мамой и детьми. Или родителями. Любовь, она везде есть. Мне кажется, это самое главное, что существует в нашем мире. Если этого нет, то мы потеряемся просто. Как же без любви? А мужчины, они вообще, когда ты имеешь с ними дело, они восприимчивы к этой любви или они сопротивляются? Просто мы женщины не до конца понимаем, наверное. Мы же все, они с одной планеты, мы с другой. Поэтому я говорю не о планетах всегда в этом случае, когда сравниваю и понимаю мужчину и женщину. А о медальке, о монетке. Мужчина с одной стороны монетки, а мы с другой. Но мы же одна монетка. Мы не можем существовать друг без друга. Понимаете, какая ситуация? И они по-своему чувствительны. Просто надо почувствовать это. У меня есть один пример. Я была совершенно недавно на одном необыкновенном тренинге. И на этом тренинге мы говорили о внутренних эмоциях, внутренних отношениях. На тренинге было 80% мужчин старше 45 лет. И то, как они открывались на тренинге, для меня было открытие. Я вдруг увидела, что очень по-настоящему увидела открытость мужчин, чувственность, эмоция, интуицию мужчин. Я уверяю вас, милые женщины, они потрясающие создания. Я очень люблю, у меня же два мальчика, я обожаю своих мальчиков. Я очень люблю своего мужа. Терпение и любовь. Запомните универсальную формулу Галины Бандуркиной, президента группы компании «Астарта». Сегодня она была с нами вдоль. Спасибо огромное.